Законы функционирования учреждений, находящихся на государственном финансировании, правила функционирования формируются не профессионалами, а дилетантами своей отрасли. Если мы берем правила на какой-нибудь фирме, коммерческом проекте, то это определяется успешностью проекта. Если предприниматель формирует какие-то правила, какие-то задачи, то это предприниматель, уже имеющий опыт, иначе бы все его предпринимательство, успешный опыт, все бы его предпринимательство накрылось медным тазом на предыдущих проектах, значит он успешный, он понимает, что вот в этой схеме, он чувствует это, в этой схеме такие-то правила приведут к какому-то успеху, к какому-то результату. Если вы формируете правила для организации, существующей на государственном финансировании, то конкретное решение у вас все равно принимает конкретный человек. Какая-то Тамара Степановна примет вам решение, как быть в такой ситуации, она примет решение. Вопрос о компетентности управленцев. Такая задача формировать кадры профессионально, она как бы встает иногда, но реализуется каким-то образом. Но нет, нет, нет критерия профессионализма и оценки. Если профессионализм предпринимателя мы можем просто понять по результатам его деятельности, успешен он в бизнесе или не успешен, значит если успешен, есть вот интеллектуальный потенциал, он это реализует, то отдельно взятую Марию Степановну мы не можем никак оттестить. И уж если она оказалась волей судьбы в этом кресле, а воля судьбы там тоже разная бывает, да, или это единственный специалист, или это подруга нужного человека и так далее, то у нас по случайному фактору, можно сказать, интеллектуальный предел отдельно взятого индивиду мы известен. И мы, исходя из этого, имеем всю ситуацию. Некоторые решения неадекватны, не приносят пользу. Как нам повысить уровень кадров на принятие решения? Тут только два пути. Первое – это профессиональная подготовка, второе – это интеллектуальный отбор. Ну, в теории, в теории у нас должны быть когда-то выстроены инструменты, позволяющие корректно тестировать ребятишек в школе по склонности к интеллектуальной деятельности, по общему поведению, чтобы понимать, давать взрослые рекомендации для профессионального роста в будущем. У нас же сама система профессионального ориентирования, она и в Советском Союзе была, но она сводится к ознакомлению учащегося с вариантами выбора и без ориентации в нем. То есть человек на уровне личных симпатий в итоге будет выбирать. Если не может на уровне своих фантазий выбрать, он будет приземлетно ориентироваться на спектр предложений в ближнем круге. Потому что, как правило, не все могут позволить себе перелететь в полземного шара и обучаться там образно, где им нравится фундаментально. Это вот первый момент. Дальше. У нас нет по организации труда, по организации взаимодействия таких бесспорных материалов. Ну, по крайней мере, мне их не встречало, чтобы были доступны общеобразовательные материалы без воды, без лишних потрат ресурса. При ознакомлении с которым человек мог понимать, вот так надо управлять государством, вот так надо управлять фирмой, вот так надо управлять организацией. Потому что общие материалы по управлению, как бы у нас любые образовательные материалы сводятся к такому сопроводительному пакету, который размывает ваше внимание и тому приходится по крупицам вычерпывать что-то полезное. Это вот такие составляющие. Ну и третье, это, опять же, кадровое, это профессиональная селекция конкретной рекомендации, что некоторым людям просто не надо в управлении в силу своих особенностей. А вот, кстати, Григорий, у нас есть не новая рекомендация, Продолжение следует...